Приветствую всех, дорогие друзья! Под моими видео на YouTube люди мне пишут, задают разные вопросы. Друзья, я хочу ответить на некоторые вопросы. Одна сестра написала, что она верующая 20 лет. Ее дети уже выросли, и она постилась и молилась, но она не переживает ничего такого сверхъестественного. Дорогие друзья, Слово Божье пишет, что мы должны слышать Господа и видеть Господа. Написано, ищите Господа и силы Его. Написано, что Дух Святой разговаривает с нами, и мы должны слышать Его голос. И мы должны видеть Бога и слышать Его. Ведь под имя мы Духом Святым, дорогие, а как же жить тогда? Хочу рассказать о себе. Тема моего видео, тема моей записи будет, как слышать Господа, как видеть Его, как быть вводимым Духом Святым. И как написано во имя Иисуса Христа, мы имеем доступ к престолу Отца, к престолу Благодати. А так ли, дорогие, это? И некоторые мне люди пишут на моих видео, чтобы я подробно рассказала о моих посещениях на небо. У меня их много. Друзья, я тоже верующая уже около 20 лет. И перед тем, как рассказать хотя бы об одном моем посещении на небо, кроме тех, что я уже позаписывала, меня там просят написать подробно. Сейчас я опишу подробно, и немножко у меня будет вступление. Во-первых, нам нужна жажда. Понимаете, друзья, не просто жажда увидеть Господа, или жажда подняться на небо. Да, это должна быть жажда, но не подарка от Бога, а жажда должна быть самого Бога. Быть настолько вводимым Господом, написано, что мы должны возненавидеть нашу жизнь до смерти. А многие люди, христиане говорят, я читаю в комментариях, там под разными видеороликами проповедников, они пишут, нужно себя любить. Где такое написано, чтобы себя любить? То, что у нас низкая самооценка и депрессия, от этого надо освобождаться, да. Друзья, мы, написано, заблуждаетесь, не зная описания. Нельзя себя любить. Кого любить? Оболочку, плоть, вот эту любить. Красить, краситься там, да, ногти, продикюр, маникюр, мейкап там, всё. Это так себя любить. Кушать там, быть счастливой в этой мирской жизни. Любить нужно Бога. Любить людей. Себя написано, кто возненавидит душу свою и жизнь свою до смерти, то тот получит награду ещё в этой жизни. Так написано. Друзья, нужно знать Писание, чтобы его понимать. Написано, что только Духом Святым можно понять Писание. Самому невозможно Писание понимать. Дорогие друзья, я уже давно потеряла, как бы, всякий интерес к этой жизни, всякие желания, всякий смысл. Мой смысл в этой жизни – это Бог. Это как угодить Господу, как служить Господу, как видеть Господа во всём, как быть письмом в этой жизни, особенно дома, мужу, детям, внукам. Да, мы делаем ошибки, но мы должны уметь прощать врагов, любить и прощать. Мы должны, когда мы, например, кажется, что мы не слышим Господа, мы не должны унывать. Если нам кажется, что Бог не отвечает, то это не значит, что мы должны унывать и терять надежду. Мы должны молиться, мы должны читать, потому что написано, помните, Словом Божьим, «Я вёл тебя пустынею и томил тебя, и наблюдал, что в сердце твоём». Вы знаете, для Бога самое главное – процесс. Процесс твоего пути в этой жизни. Сам процесс. Или ты, когда мы падаем в отчаяние, да, мы должны подниматься. Праведник семь раз упадёт и поднимется, и восстановит его Господь. Если упал, споткнулся, это не значит, чтобы лежать в болоте. Это значит, что нужно вставать. Если кажется, у меня тоже бывает такое, если кажется, что Бог не слышит, мы должны в это время молиться, мы должны в это время слышать голос Божий. Написано, взойду на башню и послушаю, что скажет во мне Господь. Что это значит? Это значит в молитве уединиться и слышать в сердце своём, или в разуме, или прямо на уши физически, что скажет Господь, что скажет во мне. Но Дух Святой разговаривает и в нас, и в сердце, и в разуме, и снаружи тоже. Друзья, я очень сильно жаждала и жажду до сих пор Бога в своей жизни. Я жажду до сих пор Бога в жизни моей дочери, моего зятя, моих внуков. Дорогие, для меня самое главное в жизни это слышать Господа, видеть Его, общаться с Ним. Человек, если не слышит Господа, не общается с Ним и не живёт в Его присутствии, проверь, дорогой христианин, чем занята твоя голова, чем занят твой разум, твой мозг, о чём ты думаешь? Может, что-то у тебя преграда есть между тобой и Богом? Я жажду Бога сильно, страшно жажду. Это жить постоянно в Его присутствии, днём и ночью, чтобы я чувствовала вот Его присутствие. Потому что у каждого человека на Земле есть проблемы. А если не жить в Божьем присутствии, я не представляю, как это можно выжить, выживать. Это очень тяжело. И расскажу, я уже на своих видеороликах рассказывала о посещениях на небо. Особенно мне понравилось одно. Я так рассуждала в комнате, сидела на диване, молилась, читала Слов Божие, слушала проповедь, рассуждала. И вдруг, в мгновение ока, один раз ко мне покрывала, спускалась, я возносилась на небо. Один раз силу меня поднимала в небо. Друзья, да, многие там пишут мне как бы разные, можно сказать, гадости. Да, думайте, все мы знаем, что поднебесье, да, духи злобы поднебесной там есть, да, но Бог все время меня брал в свои чертоги, к престолу Отца. И у меня не было преград. По Слову Божьему, я знаю, что есть первое небо, где поднебесье, это даже не небо, где духи злобы поднебесной, под небом. Но Бог меня возносил к своему жилищу, к своему престолу, где Бог живет, где ангелы, где святые, где пророки. Вот. И один раз, вот, как я уже сказала, сам отец меня нес на руках, один раз покрывала за мной, спустилась, один раз просто силой меня поднимала. А несколько раз, вот я об одном случае расскажу, я просто читала, рассуждала, молилась, когда я молюсь и рассуждаю, я сильно жажду Господа, в постоянном Его присутствии быть. Не только в церкви там, или когда ты молишься, каждый день, каждый час, каждую минуту я хочу жить в Божьем присутствии. И я об этом постоянно думаю. Только у меня эту мысль, не педикюр и маникюр, не прически, мои мысли не заняты покупками там, я не думаю про платье там, про туфли и про деньги или про работу. Я постоянно думаю, думаю о Боге, чтобы быть в Его присутствии, быть Его Вадимой, слышать Его голос. 24-7, 24 часа в сутки я об этом только думаю. и рассуждаю о Слове Божьем. И вот так я рассуждала, и я в обновлении ока очутилась, где очень много, такое место, где очень много цветов. Вот у меня цветы красивые. Вот похожие на эти цветы, покажу сейчас. Вот. Где очень много вот таких цветов. я очутилась в таком месте, где очень много вот таких цветов, друзья. И была река, и потом было на той стороне реки, водопад, скала и водопад. И я по воде перешла к водопаду, и я там купалась. Это очень была мягкая вода. Я получала радость, вот, когда через цветы шла, когда я была на этом поле, где цветы. Там вообще другой запах, там другое чувство, другой воздух, вода другая. Я возле дороги. Когда я купалась в этом, под этим водопадом, я слышала голос, когда вот сверху, на скале отец разговаривал с Иисусом. И они говорили, мы выльем ей на голову, ели ей радости, чтобы она не плакала. Те люди, которые меня знают десять лет назад или пятнадцать, я раньше сильно плакала. Я такой паникер была, я такая истеричка была. Но, и паникер, и истеричка, но я сильно взывала к Богу. Я молилась, сильно молилась. Я пастилась. Вот, и когда отец и сын, Иисус, они сказали, мы вылили ей на голову, ели ей радость, и они вылили мне в эту реку, в этот водопад, который вот на меня стекал, елей радости. И вот этот елей стекал вот с головы по одежде, вот, в реку, всю меня омывало этим елеем. Потом, когда я долго там наслаждалась, купалась, когда я вышла и пошла наверх по скале, там было такое место, где и цветы, и водопад, и скала, и там меня ждал накрытый стол. И на столе было только хлеб и вино. Многие верующие мне пишут, ты в заблуждении, что ты злословишь, какое вино. Дорогие друзья, неужели, как какое вино? Иисус есть новое вино. А причастие, даже символ вина мы пьем Иисуса крови на земле и хлеб. А написано, что дам вам пить новое вино. Вместе со мной Иисус говорил. Друзья, на небе же вино не алкоголь, от которого распутство и зло, и разврат. Там новое вино, цельное, без алкоголя. Там вообще другая жизнь и другой смысл, о котором люди не знают Слово Божие. Вообще, что хочешь, пишут там. Не надо перекручивать Слово Божие, надо знать Слово Божие, дорогие. Если вы хотите посещать небо, если вы хотите быть в его присутствии, так написано, что Бог ставит Слово Своё превыше имени Своего. Друзья, Бог нам написал письмо, инструкцию, а мы его отвергаем и хотим его. Ну как же, а письмо мы прочитали, а исполняем мы то, что написано, дорогие. Во-первых, мы должны скушать его Слово Библию, мы должны знать, да, я не знаю еще, так как другие знают знатоки, где что написано, они на память могут сказать. Я не знаю, мне нужно искать, где именно такое или другое место писания написано, но я знаю, есть ли такое написано или нет, и я знаю, что оно означает. Однажды ангел явился мне и я получила новый разум. Ангел доктор во всем белом пришел и на подносе принес мне новый мозг. И я тоже об этом видео рассказывала. И мне поменял небесный доктор новый мозг. И я целый месяц думала, задавала Богу вопросы, Господь, что это значит. и Бог мне открыл, что это значит, что я имею теперь способность понимать Слово Божие, именно способность принимать истину, а не истину не принимать, фильтровать, как бы через фильтр, через ритгент. Написано, что духовный он должен распознавать духов, от Бога ли они. Вот это теперь с преображением разума, что мне небесный доктор поменял мозг, мне дана в этом способность различать истину, познавать истину, и если это истина, то принимать ее, и она растворяется во мне, через меня, потом через действия, вот, и как написано, что Бог вызывает нас свои действия и хотения дорогие, и поститься, помните Исаия 54 глава, по-моему, 54, где написано, что таков ли пост, который я принимаю, вот пост, на который я призрую, Бог говорит. Друзья, Богу не нужно, наш голодный желудок, очень многие верующие, когда постятся, они злые, нервные, психои, кричат, гнев их наполняет. не это пост, во время поста нужно примиряться со всеми обидчиками, делать какие-то подарки, накормить голодного, привезти кого-нибудь в дом, соседа даже, соседку, ну, кого-то из церкви, вот этот пост надо исполнить, накормить голодного, везти странника в дом, друзья, вот это Исаии 54 главу, вот этот пост нужно знать наизусть, наизусть знать, не выучивать места писания наизусть, это ничего не даст, а познавать истину, чтобы любое местописание тебе было открыто, что оно значит, вот это нужно познавать, истину познавать, Господа познавать, понимать, почему со мной это происходит, друзья, если у меня или у моих детей или внуков что-то происходит, я понимаю, почему, вот я понимаю, я удивляюсь, когда люди не понимают, почему с ними какая-то беда приклетилась или горе, или какая-то ситуация, я понимаю, почему, и потом я понимаю, как найти выход, что я должна делать. В это время мы не должны панику подать, а мы должны молиться, вот если тяжело молиться, вы знаете, я заметила, что, как многие есть христиане, они голову вот так наклоняют, глаза закрывают, мне легче молиться вверх, поднимать голову и поднимать руки, я чувствую такое присутствие Божие, такое прикосновение, сразу вот небо открывается, никаких преград я поднебесе не встречаю, друзья. Вы знаете, нужно соблюдать Слово Божие, самое главное, простить всех своих обидчиков, благословить и полюбить своих врагов и обидчиков, кого мы обидели, должны примириться и попросить прощения. Только тогда, вот как в том посте 54-й главе написано, тогда свет твой взойдет как заря, и исцеление твое возрастет над тобою. Дорогие друзья, просто нужно познавать Слово Божие, нужно молиться, что Бог нам говорит, когда мы читаем, что Бог нам говорит, понимать Его. Не читать как просто Библию для галочки, прочитал главу и все положить, не надо читать главу для галочки, а нужно прочитать два стиха с открытой Библии и молиться. Прочитал стих, рассуждаешь и молишься. Даже верующие мне такие вопросы задают, это у меня в шок просто подвергает. Как это бороться с Богом, мне спрашивают. Ну как, как? А как Иаков боролся с Богом? Он сказал, не отпущу, пока не благословишь. Бороться с Богом это не значит, что воевать. Бог же не воплоти. Не отпущу, пока не благословишь. Паститься и молиться. Есть одно место описания. Если бы ты благословил меня и расширил расширил шатры мои, чтобы я не горевал. А как Иов молился за своих детей по утрам? Просил Бога прощения за детей. Вот так само и я молюсь по утрам. Бог иногда поднимает в пять часов утра, пол пятого, пол шестого, пол седьмого. Вот просто просыпаюсь и мне сильно хочется молиться. Потому что Бог Духом Святым вызывает в нас свои действия и хотения. Дорогие друзья, мы постоянно должны жить без никакой блокировки между нами и Богом, где престол Божий, где жилище Божий, где город золотой и улицы, и все для нас уже готово. У нас не должно быть преграды. Отныне будете видеть небо открытым и ангелов. Отныне будете видеть небо открытым. Не только во время молитвы и по воскресеньям церкви, когда десятину даем. Мы постоянно должны видеть небо открытым и ангелов небесных. Мне только 20 минут дали на ютюбе.